Так, перед началом данного видео хотел бы рекламировать опергруппу Лебедь, я в ней состою. Здесь надо два человека до конца, до максималочки. У кого есть 600 медалей, кто ищет хорошую опергруппу, можете вступать. Также, если забить в поиске Лебедь, Лебеди, то есть еще наши две опергруппы, две академки. Это Лебедь 2, вот это. То есть здесь надо всего 300 медалей для вступления и всего одно место. Кто ищете, обязательно вступайте, потому что каждый день приплывает корабль с ресурсами. Есть еще следующая академка, Лебедь 2. Здесь вообще ничего не надо для вступления, ну здесь для самых-самых-самых маленьких. Здесь еще надо 11 человек. И здесь еще, как видите, есть Лебедь 4, но это не наша опергруппа, к которой мы вообще никакого отношения не имеем. Здесь тоже набирают, она какая-то закрыта, я не знаю, кто эти люди вообще, почему они назвались точно так же. Возможно, под шумок Лебедь 1, Лебедь 2, Лебедь 3, Лебедь 4, что люди туда будут вступать. Но, как видите, у нас даже здесь написано, что есть только Лебедь 2, Лебедь 3. Собственно говоря, все. Только в эти опергруппы можете вступать, кто ищете действительно хорошую опергруппу. Всем привет, с вами Нревор. Сегодня этот исторический день сложился, и я докачиваю вот этих мехов до максимального левела. Итого, максимальный уровень дальше мехов качать невозможно. Максимальный уровень для механиков это седьмой левел. На седьмом левеле при стандартных своих характеристиках, без усиленных статуй, они имеют 22 тысячи хп. Нужный мест 14, стоимость тоже самое, время обучения такое же, короткая дистанция, скорость передвижения, все такое же. То есть, меняется только здоровье и урон. На максимальном левеле урон в секунду 832. Если честно, по сравнению с первым и максимальным левелом, как видите, сейчас вы на своем экране статистику первого левела и максимального седьмого, не сильно увеличение такое было. Если просто, грубо говоря, взят статистику первого левела базуки и посмотреть максимального левела базуки, вы видите, что там статистика гораздо лучше. А здесь первого левела, ну, чуть-чуть увеличился на эти, я даже не знаю, на процентов 10, может, хрен его знает. И по сравнению с седьмым левелом. Но сегодня, в данном видосе, я постараюсь поиграть этим механиками седьмого левела. И покажу, что они из себя представляют. Плюс, на данный момент, они у меня максимального количества, которое их вообще, в принципе, может быть. То есть, до этого я снимал видосы, показывал просто, что они из себя представляют, но там не было максимального количества. То есть, сейчас у меня их 16 штук. Максимально, сколько можно. Специально для этого видоса поставил вторую статую на канонерку. Даже не максимального левела. Ну, то есть, хотя бы хоть какую-то, чтобы можно было их высаживать всех вместе. Потому что заряда очень много тратится канонерке, и я всех их высадить не могу. Плюс, я прислушался к вашим советам, которые писали под прошлым моим видосом с экспериментами. И сказали делать видосы на одинаковых базах. То есть, соответственно, сегодня будут видосы не просто про этих мехов, а будут видосы про этих мехов. Будут видосы про мехов вместе с бомбардирами связка. Будут видосы вместе с базуками связка. И в конце вы увидите, какая связка лучше. Чисто мехи с бомбардирами, с базуками. Ну, и вы сами можете в комментариях написать, какая связочка вам больше не понравилась. И буду все производить это реально на испытания, чтобы все было по-честному. Чтобы все были максимально в равных условиях, а не как под прошлым видосом. Что там, ой, блин, там плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Ну, окей. Прислушался, делаю. Высаживаю буллита и высаживаю абсолютно. Тут у меня вот 12 зарядок канонерки для того, чтобы их высаживать. У меня еще 15 зарядок канонерки осталось. И сейчас буду наблюдать, как эти мехи будут сносить базы. То есть, что я буду использовать? Знаете, я буду все использовать. Я буду на все свои 15 зарядок канонерки, ну, плюс тот заряд канонерки, который будет постепенно появляться, буду максимально использовать и стараться. Вы видели, статую не запыливал. То есть, я запылил только... Только-только-только. Что я там запылил? Только канонерку. Да, я запылил только канонерку. Соответственно, только с помощью этой канонерки-то я и буду развлекаться. Больше ни на хп, ни на атаку Ни одной статуи не запыливал Короче, зачистка пока, мне кажется Идет достаточно интересно Достаточно ровно и Прям-прям-прям по-крутому, если честно Вот прям, так, дайте яка сюда Дайте яка сюда По-крутому идет 16 штук Еще раз повторюсь, это не 8 Как я в прошлый раз там играл Это не 12, по-моему, у меня было Это максимальное количество на данный момент Это 16 штук, никого не подсердно Не, никого вообще, вообще никого не потерял То есть, окей, блин У нас, конечно, в опергруппе состоят люди У которых синих статуи маловато Вот прям вообще маловато Постараюсь находить противников еще, возможно, на карте У которых будут синие статуи, для того, чтобы этим мехом было потруднее Но на данный момент этого противника с тремя прототипами Смехи вынесли, ну, просто вообще С загляденья, даже никого я даже близко не терял Вот нашел супер-мега-крутого противника Смотрите, у него здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь статуй, плюс две запыльны Ну, то есть, ну, прям идеальный вариант Плюс на данный момент этот Алексей меньше 68 левела Вот сейчас мы и проверим, насколько меня хватит И насколько хватит этих мехов Для того, чтобы зачистить эту базу Единственное, честно говоря Раста дерьмо Ну, прям раста дерьмо Но я постараюсь максимально Вот максимально затронуть абсолютно все здания дефа Но раста, сразу говорю, раста просто максимально дерьмовая То есть, все здания Можно было бы здесь аккуратненько вообще обойти Да и, в принципе, забрать эту базу Ну, постараюсь как-нибудь, чтобы все здания дефа зачистить Потому что следующий эксперимент, который я буду проводить на этой базе Ну, я буду тоже все зачищать Ну, чтобы хотя бы в каких-то более-менее равных условиях все были Так, здесь пошел уже шоковый генератор работать Плюс пошли работать пушки бум Соответственно, уже здесь будут немножко подбрасывать шоки То есть, не ограничивал себя ни в чем Прям вообще максимально ни в чем себя не ограничивал Так, еще Давайте я еще сюда Булитика еще использую Так, сюда Между прочим, булит-то уже все Булит-то свое-то уже отжил Оп Булит-то свое-то уже отжил Так, здесь я в принципе, в принципе, в принципе, в принципе все зачистил О, интересно, вообще будет база даже Мне потом сравнить, сколько я потеряю То есть, я уже потерял Я в конце отступлю То есть, это реальный противник на реальной карте С семью статами, с двумя запыленными на 458 медальках Да, такое тоже бывает Непонятно зачем, но такое тоже бывает То есть, на данный момент При попытке закрыть эту базу Ну, все, грубо говоря, здесь последнее здание дефа Сейчас снайперка уничтожается Все, я здесь больше никого не потеряю Можно отступать То есть, на закрытие этой базы Вот прям в наглую Максимально по-тупому, как Хаммерман Я потерял Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Я потерял семь мехов Вот следующий эксперимент на этой базе будет очень-очень интересный С миксом Когда я буду использовать бомбардиров Ну что, вторая часть эксперимента готова Загрузил три лодки этих механиков Три лодки бомбардиров Одну лодку гренов И одну лодку медиков Таким миксом я обычно хожу на мега краба Соответственно, сейчас проверим Где способен ли такой микс И сможет ли он показать себя лучше Чем просто механики Да-да-да То есть, сегодня мы как раз это и проверяем Какой же микс И какое же вообще Что будет лучше Так, точно так же высаживаю с этой стороны Высаживаю сразу механиков для прикрытия И потом высаживаю абсолютно все войска Такой микс заменяет танки То есть, вот на место этих механиков Могут ехать танки И, соответственно, прикрывать бомбардиров Чем, на мой взгляд, механики лучше Лучше тем, что у них больше хп Это первое Лучше тем, что они ближе подходят, чем танки Все-таки танки стоят на более далеком расстоянии И, соответственно, где-то иногда ружки могут задевать и танки одновременно И бомбардиров Все-таки механики подходят гораздо-гораздо ближе И, соответственно, бомбардиры остаются сами собой То есть, их никто, ну, по идее, никто вообще не трогает Так-с-так-так-так-так-так Подождите Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу Тут что-то жара начинается Жара по этому механику, если честно, начинается Я надеюсь, вот нам переживет Так-с Сюда Нет, здесь вообще все Нет, вообще норм Реально я понимаю, что я никого не потеряю То есть, ну, остался вот этот последний Последний-последний-последний Но здесь уже нету столько зданий дефа, которые могли бы его столько продамажить Чтобы этот механик мог умереть, да Все отлично Тоже никого не потерял Если честно Если честно, не сказал бы, что прям супер-мега-сильнее такая тактика А, одного гренадера все-таки где-то потерял Где-то я не досмотрел Ну, это на самом деле мелочь Может быть красная мина, может быть еще что-нибудь Это мелочь То есть, в принципе, в целом такая связка достаточно дееспособна И теперь этой же тактикой попробуй сходить на реального игрока, у которого 7... Чё, блин? Чё, блин? Он после предыдущей моей атаки, где я отступил Я отступил сам Он запылил еще 2 дополнительные статуи Одну на атаку, одну на хп То есть у него мало, помимо того, что 7 синих статуй Уже 4 запыленных Блин, и это на 400 медальках Он прикалывается Нахрена ему все это? Ну, окей Давайте пробовать Давайте пробовать расчищать Так, высаживаю бомбардиры Высаживаю трех мехов Высаживаю абсолютно все оставшиеся войска Давайте я здесь снесу так А, блин, а эту... Ааа, лол Эту И вот эту Все, то есть... Все, 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 все Отлично Минки прям сделали все, что надо Так, сюда Сейчас надо будет просто подбрасывать шоки Вот То есть сюда Где булит? Че, я не вижу Нихрена себе Уже практически минус 1 мех сделали Йо, вот это было жестко, если честно Оп, сюда Так, булит вперед, 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 вперед Булит, 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 булит Блин, уже минус 2 меха Ну, на самом деле база очень жесткая А, ну плюс еще 200 дополнительные синие статуи Ну, база, если честно, прям максимально жестковатая Так Но, че сделать, сделают мехи То есть, когда они идут соло мехи Вот чисто просто тупо мехи Тогда они выполняют роль, как и демажащие силы Здесь все-таки самая-самая основная демажащая сила Это, конечно же, бомбардирчики Блин, офигеть Я просто всех потерял Всех мехов То есть, все мехи, которые у меня были Это просто минус Лол, 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 лол Хил, 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 хил Пошел, 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 хил Охренеть Ну, я эту базу заберу Сейчас проверим, сколько я потерял Все, ну, то есть, грубо говоря, последняя Это снайперка, и все Ну, больше зданий дефа, как и в прошлый раз, не осталось Все, отступаем Чтобы я все-таки не добил эту базу Мне еще третий эксперимент на этой базе проводить Вместе мехи, вместе с базуками Ну, то же самое И мне будет любопытно, как там они покажут Абсолютно всех мехов То есть, все три лодки мехов, как не бывало Как ветром сбрил То есть, шесть мехов Три бомбардира, три гренадера, три медика На этой базе потерял И сегодняшняя, последняя часть экспериментов Будут четыре лодки этих механиков Последняя левела Плюс четыре лодки базук И проверим Такой микс очень хорошо зайдет Или не очень Такой микс не встречался с танками Ну, либо я очень редко его видел Но вместо вот этих мехов Вместо танков Брали иногда огневиков То есть, огневик Один, два, три лодки огневика И, соответственно, оставшиеся лодки базук И такой микс достаточно имел место на жизнь Но сегодня мы проверим мехи и базуки Они вообще могут жить И, как бы, это будет связочка тащить или нет Первое, это по испытосу Сейчас мы проверим Посмотрим, получится ли по этому испытанию пройти Доживут ли базуки Очень медленно ходят Ой, я уже Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я уже вижу косяк Очень медленно идут механики То есть, очень медленно идут То есть, базуки успевают раньше них выбежать вперед Подорваться просто тупо дичайше Подорваться на минах И они не стоят сзади Блин, да мехи вообще не успевают впереди планеты всей бежать То есть, они подходят-то ближе, чем базуки Ну, да ёшкин кот Ой, не, на самом деле такая связка на жизнь Не имеет своё место Ну, я просто тупо не успеваю даже следить за всеми Я, ой, бля, мне больно Мне, мне, реально, мне просто тупо больно Как базуки гибнут Вот просто тупо максимально больно Нет, мы эту базу заберём Насчёт второй, если честно, я не уверен Вот я вам серьёзно говорю Насчёт второй максимально не уверен Потому что эту я забирал вообще два раза без потерь Двумя первыми связками без потерь Ну, не считая того, гренадёр Здесь я потерял практически всех базук Минус два меха Оу, ну это жёстко Нет, ну, давайте уже доведём до конца эксперимент Я уже как бы горячиться не буду Но, если честно, что-то мне подсказывает Что такая связка на жизнь вообще не имеет места быть Я надеюсь, тот чел, этот Алексей Не запылил ещё две дополнительные статы А он может Мне почему-то кажется, что он А он прикалывается Блин, я его честно не знаю Вот честное слово, я его не знаю Он ещё две статуи запылил То есть у него уже шесть статуй и семьи запылены То есть это просто как топ мира Там какой-то, у которого реально Вот там по шесть, по семь, по восемь, по десять статуй Стоит вот семь статуй и шесть из них запылены Чё он прикалывается? Блин, шесть часов, шесть часов, час Ну окей, ну окей, давайте пробовать Окей, что я скажу Давайте пробовать и давайте сносить Но будет очень-очень-очень-очень-очень тяжело Очень больно Будет базуком В первую очередь будет очень больно За счёт того, что эти мехи идут очень медленно То есть вот Но прям, нет, они идут просто невероятно медленно. Ой, не, 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 не. Ой, 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 ой. Просто максимально медленно идут и, соответственно, базуки сзади за ними гибнут. Мне кажется, если честно, я не заберу эту базу. Вот что-то мне подсказывает, какая-то внутренняя моя интуиция, что я не заберу эту базу. Буллит еще не хочет вперед никак выходить. Оп. Все, минус. Минус базуки. Ё-моё. Не, все. Я даже не дойду, даже близко не дойду. Афигеть, ни одной... А, две базуки осталось. Вот одна и вот вторая. Две базуки осталось, это все из моего воинства. Уже все. Осталась одна базука и осталось ноль базук. Да, две синие статуи, конечно, это очень сильно, но я уверен, что я бы предыдущими своими двумя миксами, ну и чисто этими мехами, либо миксом с бомбардирами я бы забрал эту базу, возможно, просто чуть с большими потерями. Короче, таким составом точно не рекомендую ходить вообще никуда, потому что базуки бегают гораздо быстрее, ну либо там как-то надо прям тайминги выжидать, чтобы мехи ушли гораздо да гораздо дальше и только после этого выпускать базу. Если вам данный видос понравился, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну а с вами был Андрей Вар, как всегда. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok